Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 25 февраля, закончились наши выходные и праздничные дни. Снова приступаю к работе. Сегодня я буду продолжать заканчивать пикировку перца и баклажана. И вот после этого коротенького видео я сниму очень-очень-очень подробное, долгое, нудное видео, которое, как я люблю, вот так все рассказывать досконально для наших начинающих и покажу все-все-все до мельчайших подробностей, как я буду пикировать перец. Но перед этим я хочу ответить на вопрос одной зрительницы и снять вот эту видеоролик коротышку о грунте. Сейчас я прочитаю даже вопрос, я специально выписала. Не могла пройти мимо него, потому что многие, возможно, у них возникает такая же мысль. Вот Нина Попова к видеоролику «Как снять шапку с космонавта», написала комментарий. Смотрю на грунт, какой-то он странный, как будто не просеянный. Примеси, крупные вкрапления, сухой. Короче, ни у одной, наверное, Нины возникает подозрение, что у меня какой-то некачественный грунт, я неправильно делаю. Все это сделано специально, сейчас я объясню, почему и зачем у меня такой странный грунт. Сейчас я приближусь. Вот смотрите, растения прекрасно растут. Главное не красота грунта, а главное, чтобы нашим растениям было очень хорошо в этом грунте. Сейчас еще приближу, чтобы вы действительно увидели, что у меня там чего только не валяется в этом грунте, всякие и палочки. Вот смотрите, так как у меня земля не магазинная, а натуральная, вот такая прям, ну, с огорода, с поля, тут у меня только полевая земля и перегной. Перегной старый, животного происхождения, трех лет недавности, то есть та земля, тот перегной, который просто уже стал коричневой землей. И вот некоторые вкрапления, про которые люди говорят, сейчас вам покажу. Так, например, где он у меня? А вот. Вот, например, видите, вот эти палочки лежат? Они не только наверху, они и там внутри. Вот палочки, вот какие-то вообще, видите, вот кусочки чего-то. Что это значит? Это значит, что я уже на протяжении нескольких лет последних не просеиваю грунт через мелкое сито. Пропускаю прям через крупное, то есть через контейнер, вот в котором продаются там апельсины, мандарины, у него прям большая такая ячейка. И я не делаю грунт мелкофракционный. Смотрите, почему. Я уже, ну на основании, все это пройдено опытным путем, и на основании многих лет использования грунта я поняла, что вот такой, в котором есть крупные какие-то кусочки, вкрапления, которые не ложатся однородно, он более воздухопроницаемый. И я вот это делаю специально для того, чтобы он не слеживался вот такой вот плотной такой лепешкой. Ведь у нас томаты после посева, особенно перцы, очень долго здесь растут, и при каждом поливе, особенно если поливаем сверху, не через поддон, вы знаете, грунт оседает, уплотняется, все меньше он делается вот таким воздушным, пористым и рыхлым. Когда мы делаем пикировку, мы уже даже чувствуем, что он уже тверденький такой. И если просеять через мелкое сито, ну совсем, чтобы были все-все-все мелкие кусочки, раздробить их, все перепушить, то они им проще, как они, начиная шпалетиной, снижаются, снижаются, спрессовываются, спрессовываются. Вы понимаете, что мелкие частицы могут спрессоваться, улечься вообще в однородный грунт без какого-либо воздуха, без поступления кислорода. А когда он вот такой, как вот Нина пишет, странный, какой-то с крупными вкраплениями, ой-ой-ой, козулю задела. И вот такой, когда с крупными вкраплениями, то он не слеживается в одну сплошную массу, он остается, то есть там есть ходы для поступления воздуха. Вот так объясняется это все очень просто и легко. А про сухой грунт, вот она пишет, какой-то сухой. Так, конечно, благодаря тому, что у меня верхний слой грунта почти всегда сухой, из-за этого у меня никогда не бывает черной ножки, я выращиваю рассаду вообще без потерь. Все это тоже на основании каких-то своих наблюдений многолетних, на основании опыта. Вот сегодня я полила. У меня сегодня, раз я пикирую там остатки, остальные все полила, все, всю неделю они будут сидеть. И если я в следующий раз через 3 дня подойду что-то снять в этом лоточке, видеоролик какой-то снять, то, конечно, вы увидите сухой грунт, потому что верхний слой, он обязательно подсохнет. Но так как я вот пальцем туда раз воткну пальчик, а там внутри еще влажно, я не буду поливать до самого конца. Хочу похвалиться вот это вот, смотрите, как раз те иностранцы, которые, ну я боялась, что они не взойдут или что-то с ними будет. Смотрите, какие ровненькие, дружненькие. Там одна козулечка маленькая, но ее я сейчас хочу в отдельный стаканчик посадить, потому что вот эти вот мечта о лисе, потом еще адонис какой-то, они забивают уже ее, видите, как они уже разрослись. И маленькому растению все там сложно. Вот это будет вынужденная пикировка, экстренная, буду ее переносить. Вообще сейчас буду заниматься пикировкой перца. Все, до свидания. То, что грунт с большими кусками, с вкраплениями, и то, что он сухой, все это сделано специально. Растениям не важна красота грунта. Им надо, чтобы он был не сильно переувлажненный, чтобы не было заболеваний, и чтобы он был воздухопроницаемый. Вот это все я стараюсь предоставить своим растениям. Продолжение следует... Продолжение следует...